Министерство внутренних дел молчит, а я считаю, надо помочь МВД рассказать о победе добра над злом, о разоблачении некогда правдивого журналиста, который выходил на площади с вилами, который ругал власть, критиковал губернатора, единую Россию, а на самом-то деле оказался на поверку человеком, который демонстрирует нацистскую символику и, по сути, оправдывает нацизм. Этот нехороший человек, экстремист, причем дважды за год, в первый раз за то, что как журналист снимал автопробег в поддержку Быкова, а его оштрафовали. По мнению суда Октябрьского района, заслуживает самой строгой ответственности, вплоть до снятия с выборов. В этой связи мне вспоминается, если я не ошибаюсь, высказывание Геббельса во времена гитлеровской Германии о том, что чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди. Но, слава Богу, мы живем уже в другие времена. И этот экстремист, по мнению нашей правоохранительной системы, сейчас стоит перед вами. Я хочу вам рассказать, как на меня за три недели до выборов повесили еще одно административное правонарушение, которое является основанием для снятия с выборов. В РВД Центрального района я уже состою на учете как социально опасный элемент, как экстремист, который участвовал в несанкционированных митингах, хотя был журналистом, был оштрафован. И теперь перед каждым митингом ко мне приходят домой, как на работу участковые, и не только, и предупреждают об ответственности. Поскольку руководство МВД по Красноярскому краю ведет непримиримую борьбу с экстремистами и тех, кто к ним лоялен, мне решили добавить еще одно административное нарушение, да так, чтобы я не дошел до выборов и ни в коем случае не оказался в парламенте Красноярского края, вот в том самом здании, которое находится у меня за спиной. Утром 30 августа меня вызвали в полицию по Октябрьскому району, где сообщили, что на меня поступило заявление от неравнодушной красноярки Ольги Суворовой, которая давеча ходила в МВД на консультацию с Центром Э, которая, конечно же, стоит на страже чистоты наших рядов и блюдет соблюдение законов в социальных сетях. А заодно также мстит и борется с конкурентами своего нанимателя, кандидата в Справедливой России Александра Александровича Шадрина. Я вам хочу сказать, что я встречу вас 20 августа и пиздано по роже. Эта сколочная и скандальная женщина написала душесчипательную историю, как она зашла на страницу в фейсбуке блогера Дмитрия Полушина и начала листать ее долго-долго-долго-долго до начала 2019 года для того, чтобы найти какой-то там, возможно, пост или материал про десантников. Зачем Ольге Суворовой материал про десантников на странице Полушина, непонятно, но нашла она там свастику. А именно мой пост от 20 февраля 2019 года про Тину Кандылаки. Этот государственный медиа-деятель написала тогда, что политика России, политика Владимира Путина схожа с национал-социализмом. И тогда сотни людей, журналистов, политиков, общественников укоряли Кандылаки за то, что она, по сути, сравнила внутренний строй России с нацизмом, фашистской Германии. Тогда сотни и тысячи людей выложили репосты, в том числе и ваш покорный слуга, со скрином этого поста Кандылаки из Телеграм, а также скриншот из какой-то электронной библиотеки, возможно, в Википедии, где описывается, что такое национал-социализм, и прикрепляются соответствующие изображения. И вот как раз вот к этим изображениям свастики и нашлись претензии у полиции, а также у суда Октябрьского района. Очевидная сатира на творчество Тины Кандылаки судом Октябрьского района квалифицировалась практически как пропаганда нацизма. В том, что я выложил скрин из электронной библиотеки, суд усмотрел демонстрацию запрещенной идеологии и повод наказать меня по всей строгости по статье 20.3 КОАП РФ. Полиция к рассмотрению этого дела подготовилась основательно. Были проведены лингвистическая экспертиза. Полиция обратилась к историкам из Новосибирска. Около 40 страниц дела было исписано о том, что этот пост содержит свастику, а его автор, то есть я, представляю угрозу для общества. С марта 2020 года для привлечения авторов постов в социальных сетях к ответственности необходимо исследовать все, даже субъективные обстоятельства дела. Требуется устанавливать, одобряет ли автор запрещенную идеологию или нет. Однако суд нормы закона проигнорировал. По сути, это дело было рассмотрено в старой редакции закона. Судья не применил закон, подлежащий применению. Он, а также эксперты ограничились тем, изображена ли на картинке свастика или нет. При этом субъективная сторона дела, умысел автора, экспертами и судьей не исследовались и не оценивались. Доводы автора поста о том, что сроки давности по этому правонарушению уже давно прошли, они составляют всего два года, а уже прошло два с половиной, суд не удовлетворил. Суд решил, что несмотря на то, что пост был написан еще два с половиной года назад, но поскольку нашли-то его только сегодня, то исчислять совершенный проступок необходимо с августа 2021 года, а значит срок давности не действует. И вот закончился суд, еще не сошли улыбки с лиц полицейских и обвинителей. Как судья мне сообщил, что постановление я могу забрать в среду 1 сентября, но мне тут же позвонила полиция и сообщили, что они готовы любезно выполнить функцию курьера, нашли меня в черте города, вручили мне с подписью копию суда, для того, чтобы побыстрее началось исчисление срока обжалования этого постановления. Для чего же полиция так торопится, для чего ей ускорять этот процесс? Для того, чтобы человек, которого привлекли к ответственности за три недели до выборов, кандидат от партии «Зеленых» Дмитрий Полушин, был снят с выборов и не составлял конкуренцию ни Единой России, ни ЛДПР, ни другим прихвостням Кремля. Вот такими грязными фейковыми способами с нашей гнилой системой правосудия. Краевая власть, МВД пытается бороться с оппозиционными журналистами, с неугодными партиями. Вот так за три недели до выборов наказывают журналистов, которые выражают свою точку зрения, ни в коем случае не оправдывая нацизм, а наоборот осуждая государственных медиа деятелей, которые почему-то занимают высокие государственные посты, но вследствие своей необразованности допускают такие глупости, называя происходящее в России национал-социализмом. Я нанял адвоката, который занимается разбором этой ситуации, который посетит Октябрьский районный суд, и мы, безусловно, в ближайшие дни, подготовившись, обжалуем это решение в краевом суде, а если потребуется, и дальше в ЕСПЧ. Я, кандидат от «Зеленых», продолжу свою предвыборную работу, буду ходить на дебаты, буду ходить по дворам, буду общаться с земляками, узнавать, какие проблемы вас беспокоят. И вся эта подлинная история меня не напугает. Я как критиковал власть, так и буду ее критиковать. Как раскрывал коррупционные и криминальные связи судов, МВД и чиновников, так и продолжу это делать. Как освещал протесты, митинги, пикеты, так и продолжу их освещать. Люди, которые пытаются сейчас снять меня с выборов, должны четко понимать, что я не рвусь во власть. Всех этих целей, которые добиваются депутаты, сидя в кожаных креслах, я могу добиваться и стоя на площадях, но не один, а вместе с гражданами. Это YouTube-канал «Красньюз», я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»